Казахстан Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Смертность отметила депутат. По данным ООН, ожидаемая продолжительность жизни женщин в Казахстане в этом году 78 лет. Но она сократилась из-за пандемии, когда смертность увеличилась на 22%. Другие темы работника Акимата подозревают в получении взятки в крупном размере. Антикоррупционная служба расследует уголовное дело в отношении руководителя отдела занятости и социальных программ. Госслужащий получал от предпринимателя суммы за услуги, не входящие в его должностные полномочия. Подробную информацию в ведомстве не разглашают в интересах следствия. Если госслужащего признают виновным в совершении коррупционного правонарушения, к ответственности могут привлечь также заместителя Акима города, который курирует работу отдела. Пять частных подворья уничтожил пожар в селе Быржан Зайсанского района Восточно-Казахстанской области. По словам очевидцев, за считанные минуты пламя распространилось на площади в полторы тысячи квадратных метров. Сельчане потушить пытались возгорание своими силами, но усилия оказались тщетными. На место ЧП были переброшены районные подразделения ДЧС и спецтехника. Совместными усилиями пожар все-таки удалось локализовать. Всего на тушении задействованы было 3 единицы техники и 13 человек лично состава местных исполнительных органов и ДЧС ВК. Причина пожара устанавливается. Причиной могло послужить банальное неосторожное обращение с огном местных жителей. Лесной пожар бушует в Андалусии. Это юг Испании. Эвакуированы десятки жителей города Бенаавис. О пострадавших не сообщается. В тушении огня задействованы порядка 150 огнеборцев и также авиация подключена к процессу. Для оказания помощи жителям развернули военный лагерь. Локализовать пожар мешает сильный ветер, скорость которого достигает 40 км в час. Три человек по меньшей мере погибли из-за крупного дорожно-транспортного происшествия в США. Инцидент случился в штате Арканзас. Около 10 грузовиков столкнулись на федеральной магистрали. Несколько из них загорелись. В полиции уточняют количество пострадавших. Из-за аварии на трассе возникла многокилометровая пробка. Водители обеспечили едой, водой. На кадрах, которые сняли очевидцы, видны кабины, которые объяты пламенем. Еще одна новость. В Усть-Каменогорске учителю НВП и сержанту национальной гвардии вручили грамоты за спасение из огня пенсионера. Монорбек Ауганбаев и Резабек Конопьянов, проходя мимо горящего дома, не раздумывая, бросились на помощь и вынесли хозяина. До приезда скорой помощи они оказали ему первую медицинскую помощь, тем самым спасли ему жизнь. Огнеборцы отметили высокий профессионализм, смельчаков, несмотря на отсутствие спецподготовки. Открыли дверь, там ничего не видно, дым. Сломали окна, обесточили электричество. Потом зашли, один раз пытался Резабек заходить, но не смог. И второй раз опять ползком пошел и вытащил оттуда. Спасая человека, мы понимали, что сами можем задохнуться в дыму. Но первоочередная задача была вызволить из огня пострадавшего. И мы это сделали. Просто не могли пройти мимо. Такой была подборка. Саша, продолжай дневную смену. Пожалуйста. Продолжение следует...